Роснец Сахалин спущен на воду. Это первый танкер за 40 лет, который построен на судоремонтном заводе «Дальзавод». Судно пробудет в открытом море один день, после чего будет сдано на руки заказчику. Танкер будет обеспечивать топливом суда и населенные пункты Дальнего Востока. Огромная глыба металла, укомплектованная самым современным оборудованием, проходит последнюю проверку. Этот выход на воду – заключительный этап швартовых и ходовых контрольных испытаний, предусмотренных морским регистром. Над строительством танкера ледового класса трудились несколько сотен человек. На Находкинском судоремонтном заводе был собран каркас судна, а достраивать его пришлось уже «Дальзаводу». «Дальзавод» в полном объеме выполнил работы электромонтажного характера, изолировочные, достроечные, механомонтажные работы, трубопроводные, малярные работы. То есть весь спектр работ, который связан с достройкой судна. И успешно провел швартовные испытания, ходовые испытания. Заметим, что у подобных танкеров сравнительно небольшие габариты. Так, «Роснефть Сахалин» достигает 89 метров в длину, 13,5 в ширину, 8 метров высота борта, 5,5 метров осадка. Это дает возможность судну заходить в любой порт, безопасно перевозить жидконаливные грузы. В 10 танках размещается 3,5 тысячи тонн топлива четырех разных видов. Наличие двойного дна и категория ледового усиления «Арк-4» позволяет танкеру работать в арктических морях и пробивать себе путь во льдах толщиной почти метр. Подобные суда на «Дальзаводе» еще не строили, ведь предприятие до сих пор было заточено под военную промышленность. Это новый пласт целый в судостроении, то есть идет большое расширение завода, открывается новая отрасль судостроительная, помимо судоремонтной, и привлечение на потенциалы завода. Молодые специалисты могут видеть новострой, современные суда, класс автоматизации этого судна наивысший, первый класс, поэтому это новый опыт завода, новый опыт для специалистов завода, и, соответственно, расширения своих профессиональных возможностей. Отметим, что в доках завода стоит еще один танкер – «Роснефть Приморье». Оба судна прибыли на достройку в апреле 2016 года. Однако второй танкер будет готов к сдаче в эксплуатацию лишь в 2018 году. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.